Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. По аналогии с декларацией о предоставлении скидки на аренду, которую подписали руководители целого ряда торговых центров, мы разработали декларацию соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности, которую предлагаем использовать при постепенном снятии ограничений. Руководство добровольно берет на себя обязательства, рекомендации Роспотребнадзора соблюдать. Мы, как торговая промышленная палата, предлагаем им удостоверение соблюдения. В Кирове первый случай признания форс-мажора. Советская торгово-промышленная палата выдала заключение о том, что гастроли шоу жирафов в цирке не состоялись из-за непреодолимых обстоятельств. В палату обращался Росгосцирк. Признание невозможности провести представление форс-мажором даст возможность компании отстаивать свои интересы, если дело дойдет до судов из-за неисполнения обязательств. Для ВТПП это первый случай выдачи таких заключений. Ранее ни одно обращение предпринимателей не подпадало под определение форс-мажора. Кировчанам придут долговые квитанции заводу. С 9 по 12 июня кировские коммунальные системы разошлют по городу 4000 платежек. В июле и августе коммунальщики отправят должникам еще 14 тысяч квитанций. Общая сумма долгов – 102 миллиона рублей. Накопились они за время работы ККС в качестве основного городского поставщика воды, то есть до конца июля прошлого года. Погасить долговую квитанцию от ККС можно в любом банке с учетом комиссии, отмечают в компании, а без комиссии в кассе кировских коммунальных систем на водопроводной 21. В завершение валютах доллар сегодня стоит 68 рублей 31 копейку, официальный евро 77,19. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101 ФМ